Сейчас я вас попрошу расшифровать, если вы в состоянии, вы можете сказать, я не расшифровываю, но ваше видение, как вы можете прокомментировать, скажем, вот заявление Пашиняна, в лентах идет вот это заявление, Пашиняна заявил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает Москва, российский проект установления отношений между Азербайджаном и Арменией. Армении выгодно. Это что? Что за проект? Вообще вокруг этих разговоров западный вариант урегулирования, российский, потом говорит, ни западного, ни российского нет, российский говорит, вот идете по западному, это вообще не, если хотите, идите, сдавайтесь. В общем, вокруг этого вопроса слишком много шумих и очень мало информации конкретной. — Расшифровывать тут, в общем-то, нечего. Пашиняну никак не удается внятно сказать своему народу то, что, очевидно, говорится за кулисами. — Почему ему это не удается? Я, кстати, говорил ему об этом, но я в то же время понимаю его логику, потому что можно не соглашаться, но понимать иногда приходится. Его логика в том, что он до сих пор не решается по вышепречисленным причинам. В ответе на первый вопрос я несколько таких причин перечислил. Он не решается просто прямо сказать России, да и миру, и своему народу прежде всего, что, вы знаете, на самом деле наши интересы полностью противоречат интересам России. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!